Девчонки, всем привет! У нас сегодня пустышки косметики за сентябрь месяц. Я покажу сейчас вам достаточно много пустых баночек. Здесь не будет декоративки. По декоративке будет отдельное видео. Здесь будет только уход и всякие штуки, которыми я хочу с вами поделиться. Традиционно показываю свечи. Прогорела свечка Buff and Body Works, которая у них в серии ароматерапии, у меня это был эвкалипт и мята. Очень классная, свежая, на лето. Замечательно заходила в такие помещения, как зал. Мне очень нравилось. Мне вообще, вы знаете, что свечки Buff and Body Works нравятся. И я люблю их заканчивать. Закончилась также еще одна свеча. И здесь была розовая вода. Это такой был очень нежный розовый аромат. Классно подходил на лето для спальни, предположим. Ненавязчивый, неудушливый. Тоже очень классная была свечка. Закончилось несколько продуктов для волос. Например, закончился шампунь OGX. Вот такой вот у меня был вариант с кокосовым молочком. Мне этот шампунь не понравился. Он не то, чтобы мне не промывал волосы. Просто мои жирные корни жирнились уже к вечеру после использования этого шампуня. Это не дело. Он мне не подошел. И как-то из этого я и другие шампуни от этой марки пробовать не особо хочу. Закончилась вот такая вот штука от Natura Siberica. Это спрей для расчесывания волос. Я использовала его вместе с дочкой. Мне он не то, чтобы подходил. То есть он смягчал мне волосы, но они от него пушились сильнее, особенно летом. А дочке он прям подходил на ура. Ее спутанные волосики, потому что я пока бальзам ей не использую. А вот спутанные волосы буквально за 30 секунд, и они расчесывались просто как по маслу. Поэтому для деток, конечно, советую. Для взрослых, ну как-то и написано-то, что это детская. Поэтому я просто пользовалась с ней постольку поскольку. Закончилась маска от Maui Moisture. У меня это маска для сухих волос. И это была у меня, по-моему, с маслом ши. Ну, в общем, какая-то восстанавливающая для сухих волос. Хорошее средство. Уже не первая моя банка. Мне хорошо увлажняет волосы. Я использую ее как бальзам каждый раз после мытья. Я не верю вот в этот прикол, что типа маску нужно раз в неделю, а бальзам каждое мытье. Это все, мне кажется, маркетинг. Если вам нужно сильное питание, берите просто маску и не тратьтесь на кондиционер. Так же у меня закончился аромат. Был у меня в Project Ben. И вот я его закончила. Это Moschino Toy 2 Perle. Неплохой был. Классный вариант на лето. Такого свежачка с лимоном. Симпатичный. Но для меня это такая поливашка. Аля на утро. Не основной парфюм на день, скажем так. Потому что для меня в нем ничего особенного не оказалось. Ну вот поэтому я его и вывела. Закончился у меня также от OGX. Вот такой вот гель-скраб с ароматом кофе. Мне понравился. Классный. Очень сильно пенился. Соответственно, хватало маленького количества. И немножко скрабировала. Хорошее средство. В принципе, достойное. Можно повторять. Выбрасываю вот такое солнцезащитное средство от Darmakil. Это турецкий производитель. Так что-то мы за лето его семьей и не израсходовали. Но тут еще где-то вот его 1 треть есть. Уже прошел срок годности. С солнцезащитными средствами шутить нельзя. У них просто заканчивается защита, если пользоваться просрочкой. Поэтому это я выбрасываю. Закончился вот такой вот скраб от 3HUD. У меня это был аромат арбуза. Это офигенный скраб. Он мне очень понравился. Естественно, у него большой расход. Блин. Но очень хотелось бы повторить. Аромат был потрясающий. Очень классно полировал. В общем, я осталась довольна. Закончился крем для тела от Buff and Body Works. У меня он был с ароматом белого чая. Очень классный, одновременно легкий и в то же время питательный крем. Я очень люблю пользоваться этими кремами, как универсальными. Он у меня стоит на тумбочке. И я им мажу и ноги, и руки, и тело после душа. И со всем он справляется. Поэтому это для меня must-have. Я его везде найду и за сколько угодно куплю. Неважно, какой это при этом будет аромат. Но на лето вот этот белый чай был чудесен. Закончился крем для ног от The Act. Хороший крем, неплохой, с мочевиной. Быстро впитывался и смягчал кожу стоп. Летом мне это актуально. У меня больше трещинок появляется на пятках. Но уже, конечно, значительно лучше стало. Беда была совсем после родов, когда я только второго ребенка родила. Прям ужасно были состоянии пятки. Сейчас уже спустя несколько лет и кучу всяких средств. У меня практически незаметно этих трещин. Но все равно крем с мочевиной никогда не помешает. Я осталась им довольна. Закончила три лака. Во-первых, совсем загустел железный укрепитель. Невозможно им пользоваться. Выбрасываю. Закончился красивый белый лак от Masura. Оттенок очень красивый. Но этот лак очень капризный. Ему нужно было три слоя. И из-за того, что его нужно было наносить в три слоя, он у меня закончился за месяц. Потому что, как вы понимаете, расход был огромным. И по той же самой причине закончился вот этот лак от Bo. Я уже не помню, что это был за цвет. Но он достаточно узнаваемый. Дело в том, что этот лак на ногтях смотрится не так красиво, как в бутылочке. На ногтях это очень бледно-сероватый фиолетовый цвет. И из-за этого он некрасиво смотрится на ногтях. Я его тоже достаточно быстро вывела. Потому что, чтобы он смотрелся хоть как-то хорошо, ему нужно три слоя. Теперь остался только уход за лицом. Закончился у меня гель-скатка от Pussy. Это классическая скатка. Единственное, что, чтобы что-то с него скатывалось, нужно наносить на сухую кожу. Это написано в инструкции. И тогда он хорошо сворачивается, скатывается. Для моей жирной кожи, склонной к черным точкам, эта скатка, к сожалению, оказалась недостаточной. Она для меня сильно мягкая. Мне кажется, это для какой-то чувствительной, сухой кожи, но не для жирной. Закончилась умывалка от Яда. Неплохой продукт. Хоть и позиционируется как с зеленым чаем, но она указана как увлажняющая. И это действительно так. Она не сушила, не стягивала, при этом достаточно хорошо очищала. Я очень довольна осталась этим средством, как и вообще, в принципе, маркой Яда. Хоть она в золотом яблоке, предположим, очень доступна. То есть цены на нее, ну, во всяком случае, когда я брала, были прямо хорошие. Я довольна. Закончились патчи от Хеймиш. Это одни из моих ходовых патчей. Я периодически их обновляю. В принципе, не верю в долгосрочный какой-то эффект от патчей, но мне нравится их использовать на ежедневной основе по утрам. Они очень хорошо снимают мне припухлость зоны под глазами. Поэтому для меня это must-have в уходовой системе, да, в моем уходе. И Хеймиш хороши тем, что они и не сильно сопливые, и не сильно сухие. Их с ними можно долго ходить, и они не стягивают кожу. В общем, это хорошие патчи в соотношении цены-качество. Я их обязательно повторю. Закончились у меня вот такие увлажняющие диски от Яда. Я видела на них негативные отзывы. Отзыв был такой, что они не делают ничего. Я думаю, ну а что они должны делать? Оказывается, тут на упаковке сзади написано, что они и очищающие, и отшелушивающие, и увлажняющие. Ребята, это просто тоник. Он не делает ничего. То есть здесь не будет ни отшелушивания, ни очищения. Здесь скорее будет вот именно такой увлажняющий эффект. Для жирной кожи мне было замечательно. Я обожала эти патчи. Мне нравилось ими пользоваться. Было так удобно, что это вот не ватный диск, что не нужно ничего там мочить, дополнительных действий. Открыл сверху. Я вообще считаю, что тем людям, кто придумал вот такие упаковки, которые с крышкой, а потом еще вот с такой, вообще нужно какую-то премию дать. В общем, мне это средство нравилось, но именно как такой увлажняющий, смягчающий тоник. Вот в таком качестве оно чудесное. Закончился спрей от Пусси для автозагара. Все-таки я его домучила, выбрызгала на себя. Это бесполезная была покупка. Он хорошо работает, но он просто мне был не нужен. Взяла, потому что он в каком-то наборе был. Неплохая штука. Чтобы не было пятен, нужно наносить под крем. То есть вместо тоника брызгаете, а потом сверху наносите крем. Пока вы крем распределяете, у вас дополнительно распределяется вот этот спрей-автозагар. В таком случае у вас не должно оставаться пятен. У меня только один раз на шее что-то накопилось, потому что, ну, видимо, шею я не так тщательно умываю каждый день. А так штука хорошая, но на кой черт я ее купила, вопрос открытый. Но закончила. Закончилась сыворотка от бренда Skin 1004. с Центеллой. Не поняла. Честно. Пыталась понять, не поняла. Не увидела никакого действия у себя на коже. Ну, она не сделала плохо. Ну, хорошо. Но какого-то прям действия, какого-то сильного, такого увлажняющего, смягчающего эффекта, вот именно моментального, когда ее используешь, я не заметила. А в долгосрочной такой перспективе, ну, не знаю. Ну, вот, короче, никак. Вот если я бы оставляла короткий отзыв, то это было бы никак. Я бы не стала повторять, потому что не вижу никакого вообще, в принципе, для себя эффекта. Закончила вот такую сыворотку от Glow Recipe. У меня это был вариант тентующий. Мне эта сыворотка очень понравилась. У нее потрясающий аромат арбуза. Она имеет очень приятную текстуру. От нее идет такое и ощущение какого-то глубокого увлажнения питания. И при этом она и увлажняет. Хочу напомнить, что все-таки у меня кожа жирная, поэтому эффект каких-то продуктов в моих отзывах будет искажен. Потому что, ну, что вот эта вот сыворотка с центеллой, что вот эта сыворотка, фактически, что они мне могут сделать? Только увлажнить. Ничего такого типа глубокого питания мне просто не требуется. Эта сыворотка мне давала прекрасное ощущение увлажнения. Я обязательно ее повторю, только уже без эффекта тента. Закончился вот такой крем. Это корейская марка PUREM. PUREM. Или MAKE PUREM. В общем, вот такая корейская марка. Брала в L'Etoile. Здесь указано PH 5,5. Заявлено, что всего 12 ингредиентов, но потрясающий увлажняющий эффект. Что я могу сказать? Ну, действительно, с поправкой на то, что у меня жирная кожа, этот крем был чудесен. Я пользовалась им на ночь, преимущественно все лето. Вот на ночь, летом он неплох. Конечно, утром было бы плотновато. Ну, так он работал хорошо. Здесь очень большой объем. 80 мл, представляете? Я его брала по какой-то акции за очень хорошие деньги. Это такая рабочая лошадка, которую я бы советовала. На мне она сработала хорошо. То есть, это вот базовый повседневный крем. Ничего он не делает. Просто вам увлажняет. Ну, и закончим это видео вот такими двумя средствами от Art&Fact. Это сыворотки для роста и укрепления бровей и ресниц. Это фигня. Зачем я это взяла? Не знаю. Средства очень бюджетные и очень неработающие. Эффект от них был никакой. Использовала я их до конца и толку от этого не было. Лучше не экономить. Лучше купить Top Lash, X-Lash и прочее. То, что вам даст действительно эффект роста ресниц и бровей. Вот такие у меня получились пустышки за месяц. Спасибо вам большое, девчонки, за внимание. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok